В Сургуте завершается призывная кампания. Наряд на осень 2021. Порядка 600 человек. Новобранцы из Западной Сибири будут нести службу практически во всех военных округах страны. На сегодня служить отправились уже более 450 молодых людей. Рекрутинговые мероприятия завершатся 31 декабря. Есть в Сургуте и уклонисты. По итогам весенней кампании военкомат разыскивает 300 потенциальных призывников. Стоит напомнить, все, кто обязан, но не явился на призывную комиссию, привлекаются к административной ответственности. Предусмотрен штраф. Также военные отмечают, что значительно выросло число молодых людей, которые пытаются избежать службы в армии с помощью специальных фирм. Такие обещают устроить отсрочку, якобы на законных основаниях. Цена вопроса – несколько десятков тысяч рублей. Герои нашего следующего сюжета воспользовались такой услугой. Что из этого получилось, расскажет Оксана Ярославцева по просьбе действующих лиц. Истории их имена изменены. О, здравствуйте, Дедушка Мороз. Здравствуй, Дмитрий, здравствуй. Ты же Дмитрий? Я Дмитрий. Фоменко? Он самый. Ну, держи, Дмитрий Фоменко. А чего это вас там? А веска чего? Дмитрий Фоменко. Подожди, подожди, я не понял. Это кто? Кто-кто? Воинком? По поводу прохождения срочной службы есть два мнения. Надо обязательно и бесполезная трата лучшего времени в жизни. Каждый выбирает для себя. Лично я, как мать, не боялась. То есть для меня это этап в жизни, который должен пройти каждый ребенок. Понятно, что это тяжело, не хочется год терять. Сын не хотел. Переубедить 19-летнего парня не удалось. Тем более, что вот они, заманчивые предложения различных фирм, которые якобы помогают освободиться от военной службы легальными способами. Мы провели собственные эксперименты и позвонили по телефону горячей линии одной из таких компаний. Офис в Сургуте. У нас офис там есть. Вы можете подъехать на бесплатную консультацию к нашим специалистам. При себе нужно будет иметь паспорт, маску, перчатки. И также, если военкомат беспокоит и присылает повестки, повестки с собой можете взять. Если есть какие-то заболевания, медицинские документы на руках, то можете взять медицинские документы с собой, чтобы специалисты их посмотрели. И также ваше приписное нужно будет. Меня еще такой вопрос интересует. А когда мы рассчитываться должны за ваши услуги? Смотрите, после того, как вы проходите бесплатную консультацию, там специалист уже все более подробно с вами разбирает, вы выносите решение, требуются вам наши услуги или нет. Полное доведение до военного билета в вашем регионе будет стоить 69 тысяч рублей. Это пока нет итоговой категории годности и повестки на справку. Сын нашей героини Степан обратился в офис в Сургуте. Они идут в эту фирму, им все это красиво обрисовывают. Естественно, у них глаза загорели. А что, а почему бы нет? А вдруг получится? Ну и все, заключают договора. Такое впечатление, что даже эти фирмы имеют какое-то сотрудничество с банками. Кредит, который берут молодые люди, не имея даже ни справок, ничего. И эти деньги переводятся сразу на расчетный счет этой фирмы. Это как-то подозрительно. Клиентам доступна рассрочка и скидки. Остап Бендер знал 400 способов сравнительно честного отъема денег у населения. У наших современников этот арсенал уже шире, но тоже не придерешься. На специализированных сайтах добросовестно указаны меры ответственности для уклонистов. Граждан предостерегают от попыток нелегально получить освобождение от службы и предлагают несколько пакетов услуг. Обещают, что юристы вникнут в ситуацию и расскажут о законных правах. У них в договоре прописано. То есть ты обязан выполнять медицинское освидетельствование, предоставлять нам бумаги и слушать юриста. Ну вот юрист ему и говорит, есть повестка, ты должен прийти, да, как бы. Она ему говорит, а ты не ходи. С точки зрения законности совет не явиться на призывную комиссию звучит по меньшей мере странно. Постоянно, даже если вы желаете исполнить право, воспользоваться правом на обжалование решения, мы всем объясняем на призывной комиссии, пожалуйста, но вы обязаны являться по всем повесткам. Я бы назвал, что это нарушение закона этим юристам. То есть он толкает своих клиентов, заключивших договор, толкает к нарушению действующих законодательств. Специализирующиеся на отсрочках от армии фирмы в большинстве случаев уповают на возможные медицинские противопоказания. Клиенты бегают по врачам в надежде, что, может быть, найдут диагноз, который как бы не захотели заметить на медосмотре в военкомате. Пока полное обследование не пройдете, не посетите нужных врачей, вы не можете утверждать, что у вас нет заболеваний. Вы будете проходить обследование в государственных учреждениях, и военкоматы у нас тоже государственные учреждения, поэтому вопросов никаких возникать не будет. Как-то поспособствовать тому, чтобы было то, что нужно в этих учреждениях медицинских, вы можете или это так вот, как бы на удачу, то есть что они напишут, то и напишут? Мы работаем на законных основаниях, и никакие заболевания мы не придумываем. Мы работаем с тем, что есть. В конце, когда уже близилось, уже вот все, уже вот к отправке, то есть тут уже все. Он, ребята, что делать, уже все. Они ему говорят, да не ходи, и все. Вот, иди бумажку отнеси, и все будет. Широко практикуют такие фирмы процедуру судебного оспаривания, законности решений призывной комиссии. И дело, бывает, доходит до абсурда. Есть же такие случаи, что к ним обращаются и действительно призывники, которые впоследствии законно вполне могут воспользоваться правом на срочку или на освобождение от призыва. Но, тем не менее, они идут сначала к ним. И участились случаи, когда они уже приходят на мероприятия с призывом, на призывную комиссию, они уже имеют в руках заявление. Количество заявлений в суд о признании незаконным того или иного решения призывной комиссии растет с каждым рекрутинговым сезоном. По опыту, по-вашему, как это все происходит? То есть большая часть получает какую-то отсрочку или военный билет сам, или как бы все-таки это 50 до 50? Все-таки получает. То есть 98% призывников, которые к нам обращаются, получают военный билет. Просто есть такие, конечно, люди, которые на 100% здоровы, но это очень маленькая вероятность. Исковых заявлений в суд у нас на сегодняшний день мы имеем уже более 50 только на этом призыве. И я могу сказать, что настолько, будем говорить, неквалифицированно, непрофессионально работают юристы вот этих так называемых фирм. Ни одно исковое заявление за все годы, а уже порядка, наверное, 5 лет происходят подобные судебные процессы, ни одно исковое заявление не получило удовлетворения. Попытка и нашего, отсутствующего в кадре героя Степана, откосить от армии, потерпела фиаско. В ноябре он уже отправился отдавать долг родине, в Москву, в войска Росгвардии, а кредит, взятый на обещанное освобождение от военной службы, остался. Но дело не столько в деньгах. Для мамы Надежды это уже вопрос принципа. Меня задел тот факт, что есть такие, скажем, не совсем порядочные люди и фирмы, которые наших детей сводят с толку. Мне жалко детей самих, которые идут на этот шаг, не понимая в том, что это полный развод. Вот это меня очень сильно зацепило. Поэтому даже если я не верну этих денег, ну я буду идти, конечно, до последнего. Еще один наш герой Ярослав в ноябре демобилизовался. Он как раз из числа тех, кто считает службу в армии долгом любого молодого человека, годного к строевой, и одним из интереснейших периодов в жизни со своими яркими событиями. Их было очень много. Они как бы моментами. То есть ты служишь, 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 обыденно все, ну как на работу ходишь. А потом бац, что не случилось. Ну, грубо говоря, какое-нибудь награждение или там, не знаю, первая стрельба, первый там какой-нибудь марафон, грубо говоря. Ну что-то такое, что впервые с тобой случается, но и интересное, и тяжелое, но это запоминается. Потому что у тебя такого не было и, скорее всего, ну как бы уже не будет после армии. Наряд на осенний призыв для Сургута и Сургутского района порядка 600 человек. Есть в Сургуте и уклонисты. По итогам весенней кампании военкомат разыскивает 300 призывников. И стоит отметить, что беглецов находят. Государство предусмотрело именно для таких людей определенные санкции. Я могу сказать, буквально две недели назад был осужден молодой человек за уклонение. Состоялся суд. И его где задержали? Его задержали в Москве, в станции метро. Доставили сюда, и следственные мероприятия проведены были. Он бегал более трех лет. Он по России не проживал в Сургуте. Но, тем не менее, за последний месяц сотрудниками ГИБДД военный комиссариат были доставлены 8 призывников, которых мы разыскиваем. Новобранцы из Западной Сибири будут нести службы практически во всех военных округах страны. Войска уже отправились более 450 молодых людей. Призыв завершится в последний день декабря. Ну а нашему Юрию Чанцеву, который сыграл роль в разговоре с компанией, предлагающей якобы легально получить военный билет, оператор горячей линии любезно сообщила, что определившийся контактный номер уже передали в сургутский офис. И специалисты свяжутся с потенциальным новобранцем для решения его вопроса. Оксана Ярославцева, Юрий Чанцев, Николай Сапожников. Специально для программы «Новости. Главное». Субтитры создавал DimaTorzok